Надежда Васильевна, микрофон включайте. Господь и Бог наш, благослови эти занятия, прибудь с нами, не допусти уклонения в есть, сохрани нас в любви, согласии, единомыслии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Установи, чтоб было, и обедайте. Стоять нечем. Не прицелиться самому. Я не буду. Надежда Васильевна, микрофон выключите, или я вас выключу. Все время замечательно. Первое, коринфянам 3.7. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Смотри, как уничижая себя и ополоса, делает сносным уничижение будрых и богатых начальников коринфянских, научая, что к нему относят все даруемые нам блага. К нему с большой буквы. Вопросы? Первое, коринфянам 3.8. Насаждающий же и поливающий суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду. Толкование. Они ничего не могут сделать без помощи Божией. В этом отношении они одно. Как же вы превозноситесь друг перед другом, когда вы одно? Легко могло случиться, что те, которые более прочих трудились в делах веры, сделались бы беспечными, услышав, что все одно. Поэтому тот сейчас объясняет свое выражение и говорит, что все одно только в отношении к их бессилию сделать что-либо без помощи возвращающего Бога. Что же касается воздаяния, то каждый получит награду по своему труду. Не сказал по своему делу, но по своему труду. Ибо что нужды, если кто и не совершил дело? По крайней мере, он трудился. Вопросы? Игнатий Тихонович, добавите что-то. Да не добавить, разъяснить. И каждому это понятно. Не по своему делу, но по своему труду. Дело, которое ему было назначено, его отправили на благовестие. Церковь благословила, он поехал. А дорогой его ограбили, сломалась машина, и он едва-едва приехал через полгода. Он получит награду по полной программе. Это Бог смотрит на пот. А если человек совершал чудеса, ну, благодать такая была, он не получит никакой награды. А какая ему награда? Вот награда какая? За то, что священник опускался в воду, вода холодная была еще, он крестил человека вот за это. А за то, что просто прощаются грехи и прочее, какая ему награда? От него ничего не зависит. Вот что означает дело, то есть, куда тебя направили. А труд, это где ты потел. Все. 1 Коринфянам 3 глава 9 стих. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Нива, Божие строение. Толкование. Мы, учители, соработники Божии, действующие Богу во спасении людей, а не виновники или податели спасения. Поэтому не должно ни презирать нас, ибо мы сотрудники Божии, не гордиться нами, ибо все Божие. Сказав выше, я насадил, продолжает сравнение и называет их Нивой. Если же вы Нива из Дания, то должны называться именем Владыки, а не пахарь или домостроители. И как Нива должны быть ограждены стеной единомыслия. А как здания должны быть в единении между собой, а не в разделении. Понятно? Вопросы? 1 Коринфянам 3 глава 10 стих. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Толкование. Называет себя мудрым строителем не из высокомерия, но желая показать, что мудрому строителю свойственно полагать такое основание, то есть Христа. А что сказал это действительно не из высокомерия, видно из слов его, по данной мне от Бога благодати. То есть моя мудрость не мое дело, но благодатный дар Божий. Выше беседовал с ними о единении, а теперь говорит об образе жизни, называя строительством дела каждого человека. Вопросы? Знать их вам про строительство пояснится? Занятия были не отвлеченные. Пусть каждый в молитве попросит у Бога, чтобы Господь показал, являешься ли ты мудрым строителем, или только под ногами мешать умеем. Спорить, что-то доказывать, все доказано, все разъяснено, надо исполнять, не дым пускать. Смотри, как строить. Почему? Смотри. То есть ты должен исследовать, на бумаге написать, нарисовать картину. Твое здание из чего строится? Каждый. А не так, чтобы подсматривать за кем-то и какие-то дела. Да какие-то дела-то в интернете есть, они только могут лаять, они ничего больше не умеют. Молитвы-то нету. А когда молитва есть, человеку не до этого, потому что ты представляешь суд Божий. И вот эти слова, что впереди были, они укорачивают нас. Сколько бы ты ни делал, ты нуль. Ты ничто. А почему? А вот эта благодать тройственная, как говорит Феофан Затворник, благодать призывающая. Вот я проповедовал, говорил, ездил, это благодать призывающая. Дальше, обратяться или нет, от меня не зависит. Благодать обращающая, за это мы не получим награды. От нас это не зависит. Человек сердце откроет или нет. И дали благодать освящающая. Это через смирение, что быть в Церкви Христовой. Ни одна секта, ни одной крошки этой благодати освящающей дать не может. Ни в одном таинстве. Почему? Потому что не в Церкви. Восьмая глава Деяния Апостолов это доказывает. Это очень серьезные стихи мы прошли. Но все Господь. Не просто говорить, а надо понимать. Нету? Вышел. Молчат устали, ничего не могу сказать. Связал язык. Это был Давыд, разбойник. Давыд, это более поздние времена. Звали его Давыд. Ну, он много, видимо, ругался, по-нашему сказать, сквернословил, матерился. И Бог ему связал язык. Он не может ни одного слова говорить. А ему-то он обратился теперь, и серьезно обратился. Он возопил, Господи, когда я на каждом шагу матерился в Бога-мать, ты мне язык не связывал. А когда я решил тебя славить, ты связал. Хорошо ли это? Господь говорит, ладно. Я тебе развязываю язык. Но только на словословие. Словословие кончилось. Не дай, не иди, никому ничего не скажешь. Иди отсюда. Вот и все. Бог знает, что нам дать. Когда связать и когда развязать язык. И гугнивые, гугнивые, то есть заихи, как Моисей, заговорят. Понятно. Отошел. 1 Коринфянам 3 глава 11 стих. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Толкование. Не может, доколе пребывает мудрым строителем. Если же кто не мудрый строитель, то может положить иное основание. Отсюда ереси. У вас, Коринфяне, одно основание. Христос. Поэтому и должны вы назидать на этом основании. Не то, что происходит от споров и зависти. Но дела добродетели. 1 Коринфянам 3 глава 12-13 стих. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Толкование. Секундочку. Толкование. С того времени, как мы получили основание веры, каждый из нас строит на нем. Двоеточие. Одни строят добрые дела, которые бывают различны. Иные больше, иные меньше. Например, девство, как бы золото. Честный брак, как бы серебро. Нестяжательность, драгоценные камни. Милостыня при богатстве, дело уже меньшей цены. Другие же из вас назидают худые дела, которые также бывают различных степеней. Те дела, которые удобнее могут сгореть, называются сеной и соломой. Таковы нечистота, идолослужение, любостяжание. Те же, которые не столь легко сгорают, называются деревьями. Таковы пьянство, смех и им подобные пороки. Некоторые, впрочем, понимают и наоборот. То есть, прежде упомянутые пороки называют деревьями, а последние сеном и соломой. Днем называют день суда. В огне, говорит, открывается, то есть, обнаруживается, каковы дела сами в себе. Золото ли или что противное. Вопросы. Игнать Михайлович. Видишь, Сергей, я не знаю, сколько человек участвует. Раз ничего не говорят, значит, все понятно. Это очень просто. Какие дела обнаружены. Назвал в одном месте блок, в другом снижание. Что сгорит. А сгорело ничего и нет. Сам, говорит, спасется как бы из огня. А только спасется все-таки, не спасется. То есть, не уничтожится. И будет брошен в огонь вечный. Вот как понимается слово, что спасется. Отошел. 1 Коринфянам 3 глава 14-15 стих. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Толкование. Если у тебя серебро или золото, то дело твое уцелеет. И ты получишь награду. Если же у тебя сено и тому подобное, то дело твое не выдержит силы огня. Это значит выражение сгорит. Но обнаружится, что оно худо. Если бы кто перешел реку огненную в золотом вооружении, то вышел бы на берег в более светлом виде. Но если бы через ту же реку пошел другой с сеном, то не только не получил бы никакой прибыли, но погубил бы и себя. Так будет и с делами. Следовательно, вера без добрых дел не приносит пользы. Ибо вот здесь основанием служит Христос. Но дела, совершаемые не по закону Христову, осуждаются на форзоне. Сам он не погибнет так, как его дела, не перейдет, то есть в ничтожество, но, написано, спасется, то есть сохранится целым, чтобы гореть ему в огне. И у нас о том дереве, которое нелегко сгорает и обращается в пепел, говорят обыкновенно, что оно остается целым в огне. Так что для сожжения его употребляется довольно много времени. Итак, грешник несет потерю от того, что трудился над такими делами, от которых погибает. И все свои усилия употребил на то, что не имеет бытия и не существует. Ибо всякое зло есть нечто несуществующее. Подобно тому, как если бы кто за большую цену купил себе труп вместо живого тела. Между тем, сам, то есть грешник, спасется, то есть сохранится целым для вечных мучений. Вопросы? 1 Карифонам 3 глава 16 стих. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? 1 Карифонам 3 глава 16 стих. 1 Карифон. 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 Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Толкование. То есть погубит. В этих словах выражается не проклятие, но предсказание о будущем. Следовательно, блудник не может быть святым. Так как он перестал быть храмом Божьим, изгнав освящающего его духа. Кто же составляет этот храм? Вы, если пребудете чистыми. Вопросы? О том, что храмом являются наши тела, говорится много в Библии. Вот мы приходим в храм. Вот спроси человека, ты в храм заходишь с горящей папиросой, курить будешь или нет? Ну пусть он ответит, раскулит. А в храм свой дым загоняешь. Так про тот-то храм ни слова не сказано. От него камня на камень не останется. В Новом Завете про храм не сказано ни одного слова. А что мы храм? Постоянно говорится берегите душу, заботитесь о себе. Его можно отравлять чем угодно, наркотиками, газами, ну всякую мерзость. И мало того, руки на себя наложит человек. Кто разорит? Для самоубийцы покаяния нет. Это самые отчаявшиеся люди. Хуже самоубийств никого нет на земле. И вот говорит, как нужно быть нам мудрым. Хранить этот храм. А о храме, православные знают, храм, храм, храм строить. Захромались. Что тело храм вообще ничего, может быть где-то и скажет, но это народ-то ничего не знает совершенно. Мы храм, как мой храм? Ну, Бог назвал, зачем тебе говорить? Храмом называется то, где Бог находится. Где приносится бескровная жертва. Там, где мы причащаемся. Мы, тело наше. Вот это надо говорить. Не все это знают. И не все принимают. Тем более, слово храм сегодня совершенно неправильно понимается. Храм это купол и обязательно луковкой, и чтобы сверху крест стоял. А чего ради? Нигде не написано. К нам вот приезжал даже этот писатель. Макаров Сергей, а чего у вас нету купола? А зачем он нам нужен? Это частный дом. Называется домовая церковь. И все за это. Не надо дополнительно еще платить. Не делать, не крышу дырявить. А вот храм свой береги с утра до вечера. А как беречь? А посмотри на себя. Какое у тебя брюхо? Сколько ты навалил его? Лишнее. Если метр восемьдесят. Рост. Не больше семьдесят пять килограмм. Стоп пять килограмм надо отнимать. Это уже не храм, а череповецкий комбинат, который железо выплавляет и день и ночь дымит. Какой же это храм? Храм это благоухание, это чистота. Это Якуб Колос говорит, когда дьякон пел, говорит, начинал, ну, там, послушайте, начинал, говорит, как весной шмель в дупле. А в конце, говорит, ревел так, как весной бугай на поле. И казалось, вот-вот, у него или пуп оторвется, или он в храме сделает то, чего делать нельзя. Отошел. Первое, Коринфянам, третья глава, восемнадцатый стих. Никто не обольщай самого себя, если кто из вас думает быть мудрым в веки семь, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Полкование. Думая, что это бывает иначе, а не так, как я сказал, Сделав легкий намек на согрешившего, опять обращает речь к тем, которые надмивались внешней мудростью. Кто, говорит, думает быть мудрым в веки семь, тот будь безумным. То есть пусть отринет мудрость внешнюю, чтобы приобрести божественную. Ибо как нищета по Боге есть богатство и бесславие, слава, так и безумие по Боге есть мудрость. Смотри же, не сказал, пусть отринет мудрость, но что гораздо более, будет безумным. То есть пусть ни о чем не умствует сам от себя, пусть не верит собственным доказательствам, но следует за Богом, как стадо за пастырем, и верует всему божественному. Вопросы? Ну вот у меня вопрос, есть такое мнение, что все ученые от дьявола... Как такое вот можно прокомментировать? Ну очень просто, кто говорит, тот и есть от дьявола, и все. Мудростью Бог наградил людей, чтобы труд сделать более легким и безопасным, чтобы высвободить время для дела Божия. А кто говорит, так ты посмотри, это невежды. Или кого-то где-то ограбил, деньги не отдал, или не хотел учиться. Я этих людей встречал, знаю. Ученых, как стерликов. К стенке поставить, всех расстрелять. Ну что сказать. Здесь говорится, мир нас будет считать безумным, что мы верим Христа, который воплотился и жил на земле. Показал нам пример. А это-то ничего в этом нету. Мудрость это безумие, потому что мирская мудрость мне ничего не даст вечности. Но Бог открывает тайны мироздания, потому что каждому поколению Бог открывает свое больше и больше, чтобы Бога прославили. Все. Ученым, ученым разница. Если ученые такие думают, которые как убить человека в утробе, ну это ясно, что от дьявола. А остальное это мудрость. Изобрели плух, не сахой пахать. Теперь трактор, машина. Как она может быть плохой, если на дело-то... А у нас машины, половина в государстве ездит на ровору, и до половины за ними гоняется милиция. А на дело Божие да поедешь, да отвезешь, да из церкви бабушек развезешь. Твоя машина-то тебе дорогу в царство небесно проложит. Отошел. 1 Коринфянам, 3 глава, 19 стих. Ибо мудрость мира сего, есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. Ибо она не только не способствует приобретению истинной мудрости, но, напротив, еще препятствует этому, потому что, высоко думая о себе, отвергает божественное учение. И таким образом оставляет во всегдашнем неведении тех, кто имеет эту мудрость. Поэтому они и уловляются Богом, как безумцы. Приводит свидетельство на то, каким образом человеческая мудрость есть безумие пред Богом и говорит, что Бог уловляет мудрых, как безумных, то есть покоряет их собственным их оружием. Ибо при всем своем лукавстве и мудрости они обличаются в глупости и безумии. Например, одни думали, что не имеют нужды в Боге, а все могут постигать сами собой. Но Бог делом показал им, что и сила, и искусство слова нисколько не принесли им пользы, и что они, особенно перед другими, имели нужду в Боге. Они, которые думали обойтись без всякой помощи. Итак, при всем своем искусстве, по которому почитали себя ведущими, они оказались совершенными невеждами и в предметах необходимых более необразованными, чем рыбаки и пожирники. И комментарий Игнатия Тихонича Лапкина на слова блаженного Феофилакта, «Высоко думая о себе, отвергает божественное учение». Как бы человек ни пытался показать себя смиренным и кротким и послушным церкви и священноначалью, каким бы степенным он ни выглядел в своей благочестивой одежде, Но если он не следует написанному в Писании, если он противится написанному в Библии, если он противится толкованию святых отцов, то он, высоко думая о себе, отвергает божественное учение. А это значит, что все вышеперечисленные качества не имеют никакой силы, и такой человек является действительным, полновесным врагом Божиим. Вопросы? То есть не сама мудрость опасна, а тогда, когда она по гордыне своей отвергает божественное учение. А многих ученых мы знаем, таких как Ломоносов, люди верующие, они благодарили Бога за то, что Бог им открывает. А то даже говорят, что Менделееву сатана Бог открыл таблицу Менделеева. С чего люди берут? Они что, присутствовали при этом открытии, что ли? Не знаю. Есть вопросы еще? И они почему так? Ну понятно. От лукавого все это. Даже Ленин и то говорил, учиться, учиться, учиться. В школе мы учили. А тот, кто говорит, что учиться не надо, и все это дьявол, лентяй и что ли. Невежда. Ну еще раз повторяю. Надо... Тут вот прямо и в комментарии Игнать Икович говорит, что такой человек является полновесным врагом Божьим, то есть сатаной. А какой человек? Который, высоко думая о себе. То есть ученые ученому рознь. Если один ученый, высоко думая о себе, изобретает атомную бомбу, как бы лишних едоков погубит на планете Земля. А другой, действительно, плуг изобрел, как бы побольше народу накормить, да спасти от голодной смерти, там, голодающим вахрике помочь. Ну и что? Надо же рассудительно подходить ко всему. Вот и в те времена были мудрецы, которые вот отвергали божественное учение. А зачем нам Христос? Зачем нам что-то? Мы и так сами можем башню Вавиловскую построить, и выше облаков, и выше Бога сядем. Все это отсюда и идет, давным-давно. Первое, Коринфянам, 3 глава, 20 стих. И еще, Господь знает умствования мудрецов, что они суетны. Толкование. Если же Господь знает, что умствования человеческие суетны, потому что в них нет ничего необходимого и спасительного, то как вы, Коринфяне, питаете мысли, противные Богу, и занимаетесь ими как бы полезными. То есть избрали мудрость человеческую и отвергли мудрость божественную. А не божественному, а священное писание. Писание. Патюшка в субботу проповедь говорила о мнимой вере. То есть есть вера истинная, а есть вера мнимая. Люди верят в Бога для того, чтобы Он им помогал здесь и сейчас. И Писание говорит, что они несчастнее всех человеков. Только вот на этой, на временной жизни им нужен Бог. Не то ли делают и язычники, они тоже Бога молятся. А дальше-то не идут, что за порогом вечно, что это все кончится, что будет суд Божий, и впереди, говорит, по делам Господь будет нас велить. По слову своему, конечно. Поэтому вникай в себя и в учение. Какие ты дела делаешь, и какие делал Христос. Есть разница. Первая Коринфянам, третья глава, 21-23 стих. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий». Это, кажется, говорит к подчиненным, но поражает начальников, внушая, что они отнюдь не должны тщеславиться ни внешней мудростью, так как она есть в безумии, ни духовными дарованиями, так как они принадлежат Богу и даются для пользы подчиненных. Это значит слова. «Ибо все ваше». То есть, что же гордятся учители ваши? И для чего же вы надмеваете их и превозносите? Они ведь ничего не имеют собственного, но все, что у них есть, принадлежит вам, дано им для вашей пользы, и они должны быть вам благодарны. Между тем, опять упомянул о себе и о Петре. Это для того, чтобы слова его были не так тяжкие, и чтобы внушить. Если мы для вас получили дарования и для вас поставлены учителями, то тем более нынешние учителя ваши не должны гордиться дарами, как бы собственным приобретением, ибо это чужие блага. И жизнь учителей говорит для вас, для того, чтобы вы учились у них и получили пользу. И смерть их для вас, ибо за вас и для вашего спасения они подвергаются опасностям. или иначе. И смерть Адамова для вас, чтобы вы уцеломудрились, и смерть Христова для вас, чтобы вы спаслись. Короче, весь мир для вас, чтобы вы через него восходили к Создателю, и тленностью его научались желать благ нетленных. для вас и настоящее, то есть благо, которое еще здесь дарует Бог верующим. Для вас же уготовано и будущее. Не в том же отношении Христос есть Божий, в каком мы Христовы. Мы Христовы, как дело Его и творение, а Христос Божий, и как Сын предвечный, и как имеющий своим виновником, и виновником Отца. Таким образом, хотя выражение одно, но смысл различен. Ибо все наше не в том же отношении, в каком мы Христовы. Мы рабы Христовы и творения, а все существующее не есть, ни что-либо служебное нам, ни наше творение. Поэтому нехорошо поступать разделяясь по людям, тогда как вы принадлежите Христу. Вопросы? Все понятно. Игнатий Христович, добавите, что? Я уже не знаю, что тут добавить, если человек это делает, все на поверхности. Какие домостроители Божьи, я хоть что-то себе строил, ну как строишь-то, смотри, и здесь все применяют к духовному. Это научает нас постоянно размышлять, мы трудимся для Царства Небесного. Это только показал строители и жнецы. А на самом деле все. Он показывает, как на Ресталище бегут люди. Трудитесь, бегите. Я, например, бьюсь не так, чтобы только воздух молотить, то есть, где-то грушу молотить, а настоящий противник, дьявол. Посмотри, вот борьба без правил, я много смотрел ее. Как они бьют друг друга, чтобы получить венец. Вот так казах. Нас сколько времени проводят они на тренировке, то посмотри, какие они. Выходит какой-то рыхлый, то они уже его повалят, сделают. Так и здесь. Начинают строить свой храм, обиходят его. Пост наступает, вот уже 26 февраля, прощеное воскресенье. Вот вы кто слушаете, все уже пост 7 недель у нас на сайте Кистиного православия книга, и там о посте все написано, в какой день что разрешается. По-настоящему первым, последнюю неделю, то понедельник, вторник не вкушать и не пить. Один раз в среду, сухоедение. В четверг не есть, в пятницу один раз. У нас в субботу, воскресенье уже с растительным маслом. Это, кажется, ничего не значит. Это и попробуй, увидишь, значит или не значит. Если пробовал, ты узнал, как это хорошо, если здоровье позволяет. Конечно, позволяет, не позволяет, ни молочное, ни мясное, чтобы не было. Надо готовиться. Сегодня уже читали подготовительное евангельское чтение от Захеи. Ну и по порядку, и последнее, вот перед Страстной неделей, будет, ну масленица, будет уже о Страстном суде считать. Церковь обдумала все. Тут и о блудном сыне будет отдельная неделя. Как одни говорят, наша профессиональная неделя. Блудные дети. Ну вот и все. Первое послание Коринфяна, четвертая глава, первый стих. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Полкование. Мы, учителя, ничто иное, как слуги. Почему же вы, оставив владыку, называетесь от имени нас слуг? Назвав апостолов и учителей домостроителями тайн, показал, что не всем без разбора должно преподавать учение, но тому, тогда и так, кому, когда и как должно. Тайны, как тайны, не должны быть открываемы всем. Это не свойственно благоразумному домостроителю. Вопросы? О каких тайнах здесь говорится, что не должны домостроители всем эти тайны открывать? На ум приходит, что не мечите бисер перед свиньями? Это имеется ввиду, что ли? Игнать Тихонович. Подробно не рассказывать о литургии, о причастии. Только это. 1 Коринфянам 4.2 От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Толкование. То есть требуется, чтобы домостроитель не присвоил себе того, что принадлежит господину. Не располагал ничем, как господин, но всем распоряжался, как чужой, господской собственностью. Принадлежащего господину не называл своим, а напротив, свое почитал принадлежащим господину. господину. Вопросы? Понятно вроде. О верности говорится домостроителям. 1 Коринфянам 4 глава 3 стих. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Полкование. Коринфяне страдали следующим недугом. Те, которые разделились между собой из-за учителей, как судьи осмеивали и отвергали мужей благочестивых за их неученость. Напротив, людей порочных принимали к себе за их красноречие, опрометчиво произнося следующие приговоры. Такой-то лучше такого-то. Этот ниже его, тот превосходнее этого, а этот того. Итак, когда Павел сказал, что от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным и этим, казалось бы, дал им повод судить о жизни каждого из них, отчего произошли бы еще большие неустройства, то для предупреждения сего зла удерживает Коринфян от суда и говорит, для меня очень мало значит, как бы так говорит, подлежать вашему суду я посчитаю бесчестьем для себя, потом, чтобы не оскорбить их и не показать к ним презрение, присовокупил, или, как судят другие люди, никто, впрочем, да не обвиняет Павла в безрассудстве, ибо это говорит он не о себе собственно, его никто не судил, но, чтобы других не судили, он принимает на себя это и тем совершает, что нужно. Вопросы? не задают, причина-то одна, я говорю, сказать, что люди ничего не знают, никак нельзя, ну, я большинство людей знаю, люди занимаются, бывают на наших ресурсах, считают священное писание, я ничего не понимал, что такое форум, ну, стали делать, я говорю, а что он даст-то, у нас сайт открытый, в моем мире страничка есть, о, нет, это форум, это площадка, где люди будут приходить, там могут разговаривать, спорить, и будут образованы общины в разных городах, я говорю, вы о чем говорить это, общины образовывать в разных городах, это что, шляпы собрать, вот кучу, или как, это люди, люди, у каждого своя воля, ну, и которые это начинали, их ни одного нету, но что интересно, я смотрю Андрея Кураева, ну, у него там живой журнал ЖЖ, у меня тоже есть живой журнал, материал, он мертвый стоит, у него там спорят, ругаются, матерятся, кто ли, никого там нету, наблюдающие, или чего, а может и так положено это у них, из чего они добиваются, вот просто гвалтся, стоит и все, и не один отзыв, не два, а может быть там по одному вопросу 500 ответов, да у меня голова кругом пойдет, ведь надо следить за тем, что люди говорят, они же пришли к тебе на квартиру, а у нас получилось так, форум, я его заполнял и заполнял несколько лет, вопросы, которые в книгах отвечены были, в университетах, туда, и к нам кто приходит, ну, не много людей-то приходит, а каждый день это 315, ну, это каждая душа отдельная, регистрированный людям, ну, регистрироваться-то, я даже не знаю совсем и немного, там даже тысячи нету, но в течение, допустим, месяца, два, двух месяцев ни слова никто не пишет, новые люди регистрируются, посещают, молчат, почему? Стол накрыт такой, где ничего не надо бразгаться, не надо по полкам лазить, зарядил только, о чем? ЭБНН, все, что ИНН, что штрих-код означает, взято все, что говорит Библия, святые отцы, современное, священное началие, там, что говорил, ну, примерно об этом, и все с фотографиями, например, патриарх Кирилл, там все, где он выступает, как он ведет литургию, все о нем, ну, и начнется канон Андрея Критского, как он у нас был, что на три части, то есть, настолько материалы полные, что даже вопрос задать не о чем, он, кто прочитал, он как учитель делается, я материал-то собрал не один день, на книгу только 40 лет собирал, 40 лет непрерывной работы, и мы берем-то здесь еще и с комментариями, так что не удивляйся, я считаю, что люди подобрались, которые, они практически все знают, это так уже, сверх всего прочего, я иногда немного тут говорю, по твоей просьбе, отошел, 1 Коринфянам 4 глава 4 стих, «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». толкование, не подумайте, будто я отвергаю ваш суд из презрения к вам или ко всем прочим, я и себя посчитаю не способным к такому точному исследованию, не знаю за собой никакого греха, потому что не могу верно и точно судить, но тем не оправдываюсь, то есть я не чист от греха, может быть я и согрешил в чем-нибудь, но сам не знаю об этом, один Господь может точно и безошибочно судить, заключая отсюда, сколь точен и обстоятелен суд будущий. Ну вот сегодня как раз беседовали о не согрешишь, не покаешься, не покаешься, не будешь прощен, не будешь прощен, не войдешь в царство небесное. А вот здесь Павел не боится, говорит, а я не знаю за собой никакого греха, но тут же правда он добавляет имя, не оправдывается. А у нас так вот принято, что грешный, многогрешный, супергрешный этим хвалиться начинает. Хвалиться надо, что ты чист от греха, избавился от грехов и этим прославлять Бога. Конечно, сокрушение должно быть, и Павел говорил, я гнал церковь Божия, а прошлое в грехах сокрушаться надо, чтобы впредь не совершать. 1 Коринфянам 4 глава 5 стих «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит, скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Толкование «Видишь ли, что Павел, запрещая коринфянам судить других, выступает не за себя, он всегда переносит на свое лицо то, что касается других, и в своем лице получает тому, чему намеревается научить. Ныне говорит «Сокрыты дурные дела, они разумеются под выражением скрытая во мраке, и человек нечестивый и развратный часто кажется добродетельным, но тогда Бог откроет все, обнаружит и самые намерения сердечные, иной, например, превозносит здесь кого-либо похвалами доброе дело, моего намерения может быть дурно, может быть он хвалит не с доброй целью, другой напротив обличает здесь кого-либо, но не с тем, чтобы исправить, а с тем, чтобы обнаружить слабости ближнего. Но все подобные намерения сердца тогда будут открыты. Следовало бы сказать «Или наказание, или похвала». Но апостол обратил речь к лучшей стороне. Вопросы? Ну вот на эту тему очень советую прочитать житие святого Виталия. На тему «Не судите никак прежде времени». Мудрый на удивление епископ попался, тоже донесли на этого Виталия, а он махнул и «Я тут одного осудил и несправедливо». Теперь почитайте, забейте житие святого Виталия. Оно не длинное там. Минут за 10 можно прочитать. Вопросы? Первое послание Коринфянам 4 глава 6 стих. «Это, братья, приложил я к себе и Аполосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Толкованием «Это, то есть то, что выше сказано было о распрях и следующее затем об осуждении других. Я, говорит, приложил к себе и Аполосу, чтобы вы от нас научились неумствовать больше того, что написано». А Писание учит нас не превозноситься, когда говорит «Кто хочет быть первым, будь из всех последним». Евангелие от Марка 9, 35. «Также кто унижает себя, тот возвысится». Евангелие от Матфея 23, глава 12, стих. «Весьма много есть в нем и других подобных наставлений, а о том, чтобы мы не судили других, говорится так. не судите, да не судимы будете». Матфея 7, 1. «И не превозносились один перед другим». Это говорит к народу разнообразие поучения и устремляя речь иногда на учеников, а иногда на учителей и начальников, как и теперь поступает. «И ибо коринфяне гордились один перед другим учителями своими. Именно ученик одного учителя превозносился пред учеником другого, потому что предпочитал своего учителя другому. И хорошо назвал такое поведение над мемием, опухолью, как бы желваком и опухолью, взяв сравнение от тела надутого испорченными соками или воздухом». Вопросы? Игнать Иванович, поглубже расстроиться. Нужно наизусть заучить стихи Писания. Первое послание Коринфянам, которое сейчас ты проходишь, 4 глава, 5 стих. Я его неоднократно объясняю. Этот стих намертво запрещает канонизировать, запрещает предавать анафемии. Не судите никак. Когда Лот догонял своих дочерей, Яков уводил в свой стан, то ему ночью явился Господь и сказал, не говори ни худого, ни хорошего. Начнешь говорить хорошее, и у тебя выйдет плохое. Не говори, молча, иди, простись и езжай домой. Вот как. Здесь собираются дядьки слушают старички в клобучках и судят, кто на небе. Кто видел? Не видел. Ну а как ты судишь об этом-то? Ну если ты идешь по земле и не знаешь, что у тебя делается здесь, там внизу-то может быть животные какие-то, может быть там медведи с медвежь ты ничего не знаешь, как ты можешь судить-то? А это о небе. И никто не знает. Павел не мог ничего сказать. Глаз не видел. Сидят, канонизируют кого? А потом где канонизируют? Больше тридцати человек. Оказались предатели, канонизировали это, надкрылись новые материалы. Да зачем вы этим занимались-то? Там Славик Щебуркальский этот, как его зовут? Крашенинников. Да ему зачем это надо? Пацан, он ничего не знает, там динозавры под землей живут, они выйдут, он все смотрел, книжки считал, все оттуда идет. Но главное, патриархия возревновала, его не признает она, канонизируем, потому что не они делали. А остальные это чего решают-то? Вы знаете жизнь, вот о Матроне начали говорить, и дальше говорят, это пишут уже, сами пишут, записывать, вычеркнули. Священники, да про нас плохо, да тут и так мало ходят в храмы-то. Православных сейчас уже в три раза меньше, чем протестантов, статистика показывает-то. Это все в этом столетии, ну, прошедшем, все потеряли, потому что сходят, вот сидят, решают, а мы канонизировали, зачем? И вы уверены, да, теперь ему молиться, храмы будут строить, и каждый, вот сколько считаешь, там сам псон, сам псон. Вот начинают сейчас они Гурьянова Николая Татаща, там Иоанна Крестьянкина, а другие свое я показывал, у меня картинки тут можно будет показать, канонизировали Гитлера, Гитлера, поклоняются, там Акафисты поют, Адольфу Гитлеру, другое Сталину, и икона, Сталин стоит в руках Евангелия, бурка у него надета, на плечи, с одной стороны стоит воин Донской Дмитрий, а это Александр Невский, а он посредине, палач, за всю жизнь никто столько людей не уничтожил, ему в аду места мало, а уже все, и у Малахова там, где Андрей выступает, говорит, и пришел человек, который рисовал, и тот, который прославляет его, Андрей Кураев там же сидит и говорит, икона-то написана неправильно там про Матрону, что у Сталин, Сталин к ней приходил, ничего этого не было, обманывайте людей-то, зачем вам это надо, Евангелие не считают, к людям идут, они, выдумщики, мюнхаузены, в рясах, как я называю, на одних видениях, вот что попало делать, а другая говорит, я видение видела такое, крестный ход, и впереди идут патриархи, архиереи, вот это здорово, ты слушай дальше-то, вот мы идем, за ними следом и поют хорошо, ну хороший сон, ладно, да это не все еще, я гляжу, говорит, затормозили, а монашка рассказывает, затормозилась, я в сторону вот отошла, они ризы подняли, и по тяжелому оправляются на асфальте, сидят, обкакались, видение об Иоанне Кронштадтском, он и Ян Кронштадтский видел, священники краснозвездные, иерочекисты, и вот чаша, а в чаше мерзость такая, прищищать будут, по ризе жабы ползут там, это видение было, там кухши считаешь, это не сновидение какое-то, о, это нельзя, иначе совсем никто в храм не будет ходить-то, но оно было, надо было написать, Давид согрешил, отнял чужую жену, хозяина убил, Урюх и Тиянина, который его защищал, так и написано, и на панк пришел, обречил, и кто писал, мы не знаем, ездил по всей вероятности, и это написано, и церковь не выбрасывает, а здесь все шлифует, стилизует, под существующей строй, да какие же жития, да никак не судите, а это уже осудили, вот тот не угоден, этот не угоден, да, мы можем доказывать, говорить, что сектанство, это не церковь, там еще что-то, но решать, в аду он будет вечности, или нет, меня баптисты часто спрашивали на занятиях, ну а что, все баптисты погибнут, да откуда же я знаю, я знаю, что они церковь, вот это я могу сказать, я знаю, что вне церкви нет спасения, это я могу сказать, а где кто будет, Бог спасает, может покаются они, я должен сказать правду, но окончательного решения, мы не можем сказать, написано, доколе не придет Господь, и не осветит сокрытой во мраке, во мраке все, не просто тускло, сейчас гадательное стекло смотрим, но во мраке, полный мрак, мы ничего не разбираемся, кто где будет, непрерывно канонизируют, католики своих, еще показали, вот сейчас убили этот, Арсений Павлов, Моторола, он скольких людей погубил, уже икона его, и кто? Покровитель лифтов, лифты теперь, в лифте-то ему разморжили голову-то, теперь он лифты охраняет, придурки просто, больше никак не скажешь, как президент Путин говорит, когда говорят, Россия для русских только, это или придурки, или совершенно ненормальные люди, желающие поссорить людей, как это? Но оно свое объясняет, с политической стороны, при том прав на 100%, тогда надо гнать русских отовсюду, из Швеции, из Минляндии, из Израиля, везде гнать, давайте выгоним евреев, бей жидов, спасай Россию, это русская наработка, не судите никак, а только молитесь, молитесь, благодаритесь, за собой следите, отошел. 1 Коринфянам 4 глава 7 стих. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил? Полкование. Опять устремляет речь на учителей и говорит, кто тебя отличил и признал достойным похвалы? Человек, но суждение человеческое обманчиво. Пусть у тебя и есть что-нибудь достойное похвалы, но это не тебе принадлежит, а тому, кто дал. И ты получил это, а не сам совершил. Если же ты получил, то чем превозносишься, как будто не получил, но приобрел это собственными трудами? Кто получил, тому не должно превозноситься тем, что он получил, ибо это чужое. вопросы? Первое, коринфянам 4,8. Сережа, уже прошел час. Да, благодарю. Пожалуйста, ну я говорю, вопросы задавайте. Можно не по теме теперь. Час прошел, давайте. У кого что есть, наболело, может быть, за это время? Делитесь. Может, какие-то молитвенные просьбы? Сергей, у меня есть, если можно, Роман Малыш. Можно, можно. Мы говорили об ученых, вот, что там, ну, кто-то думает, что это от сатаны, кто-то считает, что это от Бога. Вот, у меня свое мнение, ну, как бы оно взято тоже по мнениям из интернета, в глобальном масштабе, то есть, в глобальном масштабе это, конечно, зло. Вот. И как это можно проверить? Вы можете набрать в Ютубе, например, провалы в земле. Провалы в земле. И там есть подборки видео, где по всему миру, то есть, проваливается земля. Провалы ужасные, они простые. Там даже, ну, не видно дна этих провалов в некоторых моментах. То есть, это следствие вот этой науки. Может быть, там, этот Менделеев или Ньютон или кто, все химики, алхимики, остальные, физики, может, они искали, конечно, может, добра в этом и хотели облегчить жизнь человека. Но к чему это привело, это мы видим сегодня. Наберите в Ютубе, это раз. Потом небо, что с тучами творится? Это тоже следствие этой химии-физики и этих ученых. Понимаешь? Индустриализация, она угробила землю. Как такую можно верить? Именно у меня на родине, вот, откуда я родом, там уже реки высыхают, люди углубляют колодцы постоянно, каждый год там по метру докапывают, потому что вода уходит. Вода уходит, и она уходит по всему миру, это много свидетельств об этом есть. Это тоже следствие ученых, химиков, физиков. Дальше, гибель рыб в океане, наберите, посмотрите, сейчас все можно увидеть, это прекрасно, что есть интернет. Сколько рыб, сколько всего гибнет, это тоже следствие. Сколько танкеров погибло, можете набрать, сколько танкеров погибло в океане мировом, и какие от этого последствия. Мы недавно наблюдали, как в этой, как называется, возле Америки, затока, Мексиканский залив, там прорвало трубу, там русские специалисты, конечно, его заткнули, но там 4 или сколько месяцев вот эта нефть вся валила в океан, и какие последствия от этого, тоже можно посмотреть, то есть это все ученые. Дальше, ну, конечно, мы как верующие должны это понимать так, что это попущение Божье, ну, Иуда тоже попущение Божье, но это не значит, что это оправдывает его, и оправдывать ученых, ну, это неправильно, может быть, у них были там хорошие намерения, но результат мы видим сейчас налицо. Почему? Ну, то есть, многие не видят, не хотят увидеть, наверное, и возвышать их там, их регалии, там какие-то они там были научные, их степеня и так далее, то есть, зачем? Господь говорит, мудрость, мудрость, мудрых погублю, разум разумных отвергну, то есть, Господь это отвергает, а мы верующие вот это принимаем. И даже я слышал такие слова, что, да вот, вот, святые отцы об этом ничего не знали, не понимали, а сейчас вот наука нам открывает все, НАСА, это космонавты все видят, и так далее, и тому подобное. Это все привело к гибели земли. Сейчас у нас 7 тысяч... Ну, покороче, покороче, не у тебя. Ну, я уже заканчиваю. 7 тысяч 526 год от Адама. Так вот, за 74 столетия не было такого урона и ущерба для земли, как за последнее столетие, когда как раз наука вся эта пошла вверх, началось развитие, индустриализация, она угробила землю. И мы сейчас будем все это поглощать и на себе ощущать. Вот эти все болезни у молодых, инсульты, инфаркты, это все следствие науки. В 40 лет инсульт у него откуда? Раньше такого не было. В интернете еще можете посмотреть не лжеученые. Сейчас, кстати, можно посмотреть, есть люди, которые... Короче, давай. Вот зарядите в Ютубе, не лжеученые рвет в пух и прах. Там есть такой рыбник, у которой явно доказывают, что закон Ньютона не работает, что это неправильный закон. И этого сейчас много. Есть еще такое, купцов, еще раз, маятник Фуко, маятник Фуко, который доказывает, что земля стоит. Потому что там, многие говорят, что маятник доказывает, что она верзит. Нет. Вы посмотрите, это обман. И обмана сейчас полно. Все, ушел. Спасибо. А ты говоришь, откуда все эти у тебя знания? Это из интернета? Роман. Да, я же не ученый, ты знаешь. Из интернета. А ты знаешь, кто изобрел интернет? Тим Бернард Ли. Ну, там Ли. Той изобрел интернет, по которому... Той Тим Бернард Ли, или как его? Да. Как ты считаешь, он ученый или нет? Ну, наверное, ученый, но понятно, что это устройство, ну, нелегко изобрести. Ну, понятно. То есть, благодаря этому ученому, по твоим словам, ты получил такие знания. А ученые от дьявола, значит, знания ты получил, ты тебе дьявол внушил, то, что ты сейчас нам говорил. Так получается. Вот ты это закрутил. Смотри, до 16 века ты сейчас в 16 веке 100 человек знал, что земля стоит. Коперевский. Ну, кто это из интернета? Так, все, ладно, тема закрыта. Еще вопросы у кого есть? Вот так. Что случается с душой сразу после смерти? Желающий ответить. Есть? Игнать Тихомыч, что происходит с душой сразу после смерти? Что происходит с душой сразу после развлечения ее от тела? От души, от тела? После смерти написано. После смерти. После смерти. Так, бери и считай. Серафима Роуза подробно все это описано. Можете открыть, зарядить в интернете поисковик по гуглу. Павел Иосифович Рогозин. Существует ли загробная жизнь? Второй большой материал. Его повторять-то чего? Дома спокойно можно прочитать. Третье. Откройте житие, запишите. Василия Нового. Нового. И там дальше как особо она ухаживала за ним. Феодора Цареградская. И вам это откроется. И там прочитаете. Душа как выходит. Где она идет. Какой временный суд. И как будет страшный суд. Зарядить можете Ефрема Сирина. О страшном суде. Вот первое. А то, как умирает человек. И дальше, что он видит. Хорошо написано. Написано. Фильм поставлен. Сбежавший из ада. Если не видели, зарядите. Там ничего противоречия нет такого. Он сам себе там инъекцию вел. Чтобы умереть. Посмотреть, что там есть. Ну, Господь позволил ему ожить. Там его оживляли, оживляли. Вот материалы, по которых для вас достаточно вполне будет. Это вам прочитать не за один день. И знания будут у вас уже не коротенькие. Но я скажу, после этого человек умирает, когда идет 40 дней мытарство проходит. А какие мытарства? Там написано блуда, гнева, пьянство, ну и прочее. Какие грехи там разделенные. Предательство, уныние. И там особые демоны исследуют, показывают, что написано. Каждый день они за нами пишут. Рабочий дневник ведут. А бывает неправда написано. Душа там должна оправдаться. Когда умирал Тарасий, патриарх, то демоны окружили его одр, постель. И говорят, вот ты делал то-то, то-то, то-то. Ну, смутить его душу-то. А он говорит, все вы лжете, ничего этого не было. А нам-то начни показывать, как не было-то. Покажут ведро нашей Блевотины, скажут, а вот ты спьяно изрыгал. Окурки-то там все эти покажут. И ты увидишь, что там папироса твоя-то вокруг земного шара бы уже обвести можно было. Как мы-то оправдаемся? Только верой в Иисуса Христа. И вот на мытарствах там все это идет. Так что, пожалуйста, отошел. Говорите. Звучит. 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 Пожалуйста, еще вопросы задавайте. Такое выводите, да? Сам все выводят на дело. Вообще. Нет больше вопросов? Ну, бахтисты говорят, все, все, говорят, вы братья, а один у вас, говорит, наставник, Христос. Ну, тоже, так, они не осознят. Вот. В чем вопрос-то? Бахтисты говорят, все вы братья, один же наставник, Христос. Ну, это тоже, как они, тоже, заблуждаются же, они тоже, так, или так. В чем? Что, один наставник, Христос? Ну, священцев-то у них нету, а... Ну, нету, да, да. И что? Ну, нету, можно ясно выразить свой вопрос? Не можете. Я не могу понять тоже все. Если баптисты, которые заблуждаются, то они все-все лгут, не все они лгут, у них есть некоторые места, которые они правильно понимают, например, о Троице они правильно понимают, не как арианин, как свидетели Иеговы. В этом вопросе правильно. То, что священства у них нет, здесь неправильно. Баптисты, они наиболее близки к православию. Не так далеко ушли. Сергей, вопрос. А по поводу молитвы с протестантами, вот, то есть, как можно оправдать молитву словами православными, очень наши молитвы, или какие-то слова, которые не противоречат Евангелию, Новому Завету. То есть, как можно это объяснить православному, который говорит, нельзя, ни в коем случае, никак, никакими словами молиться с еретиками, так скажем. Вот, такой вопрос. как можно оправдаться? Игнать Тихонович уже оправдывался, и не раз он молился с еретиками, я это снимал на видео. Вот, и он лучше скажет. Как, ни в коем случае. Есть случаи, когда... Ответьте, Игнать Тихонович, в первую очередь, баптисты спрашивают правильно. Господь говорит, не называйтесь учителями, один у вас учитель. Называйтесь наставниками, один у вас наставник. Дальше-то они не идут. У сектантов крайне ограниченное, однобокое, узкое понимание Священного Писания. Когда мы открываем 1 Коринфянам 12 главу, апостол Павел говорит как, поставил апостолами, пророками, в третьих, учителями. Я говорю, поставил Христос учителями. Один учитель или нет? Ну, а как же Христос сказал? Ну, а теперь совмести эти слова. Они не могут совместить. Что такое секта? Это узость взгляда на истину. Узость взгляда на истину. Они как бы ищут. Они видят. Почему? Отвергив святых отцов. За гордость поэтому не дается. Он поставил учителями. Они говорят, что один учитель на самом деле у них много. Много. Они их там приводят подряд. Но все они американские какие-то. Там они получили знания. А святых отцов отвергают. У них книжки продаются. Адвентистов свои и Елена Уайт специально томатом продаются. Да какаше учителя. Он поставил. А это сами вылезли. Учитель в первоначальном смысле как родоначальник учений один. И наставник который наставляет духом святым сам один Бог. Но говорит Павел у вас тысячи наставников. Тысячи. Как раз в этом послании 1 Коринфян. Но я родил вас. А раз родил не называйтесь отцом. Я родил. Кто я для вас? Авраам родил Исаака. Кто Исааку Авраам? Отец. И я родил вас. Я родил благовествование. То есть они не понимают. Эти места совмещать надо. чтобы ни одно место не отвергалось и не противоречило одно другому. Я показал они и противоречат. Но когда дальше говоришь у них то ли голову лопают сознание то ли что. Ко мне приходили я с ними много знался с баптистами. Вот. А что у Златоуста есть? Как объясняет 25 главу Матфея Евангелия о девах в 10 я говорю есть. А вот надо было посмотреть. Ну пойдемте ко мне. Стали считать. проповедь одна проповедь одна за всю жизнь. Ни один не дослушал до конца. Ни один. Завертелись закрутились на иконы смотрят я говорю ну вы просили я открываю вот том Златоуста вот прямо сейчас считаю Матфея говорю какой-то седьмой том ну смотрите как ничего не слышат и не видят. Пришли в храм у нас хор в Барнауле Покровский собор был один как заходишь и над тобой хор сразу прошли вперед они не могут стоять я говорю давайте 20 минут отстоим потом выйдем я вам расскажу никаких уже через 5 минут они вон их сатана гонит и гонит а куда там песенки свои петь будут там смеяться и прочее да какая же это вера горе смеющимся ныне и вот оглядывается я говорю разговаривать нельзя мы же к вам ходим сидим тихо на скамейке то не разговариваем ничего не понимают вот здесь делались как бешеные какие-то и руководитель стоит и вертится вертится и все вышел я не могу меня что-то душит сатана тебя душит от лада на душит лада на свинья я говорю не выдержит а корова слушает музыку Бетховина а вы не можете слушать тут надо же понимать как а православные стоят у старообрядцев молитву по 6 часов и не задыхаются ничего и не меньше нашего живут относительно там химии и прочее там все правильно в Америке описывают что самый долгожитель адвентисты 7 дня почему тот же самый хлеб такие же продукты почему ну дальше надо отмечать почему потому что они не едят свинины а они воздержанные в пище они ходят там в разные эти клубы 80 лет все еще занимаются спортом книги специально написаны чем можно питаться как и уже статистика показывает самые долгожители в Америке значит и в других местах вот молодые умирают из-за чего из-за табака табак речь идет о миллионах людей которые каждый год умирают а у них даже чай кофе не пьют они живут очень чисто но они не православные а они не церковь и это надо им сказать вот так все относительно молитвы с иеретиками как оправдаться православному? никак нельзя значит нельзя если считают отче наш значит я с ними не участвую это надо же понимать как но если они говорят о том против Духа Святого молитвы моей нету в молитве аминь заключается и как кто сойдет с улицы если он не понимает скажет аминь а зачем аминь? то что я соучастник аминь то есть истина так я не могу сказать моли он считает очень наш я как могу разве это его молитва это я аминь говорю Христу а не им молитва то не их но когда они сами начинают говорить свое мы вышли в коридор и отвернулись в другую сторону а потом им пояснили почему так вы иеретики с вами нельзя молиться очень нас считали мы в этом участвуем не надо быть таким чтобы не понимать самые простые вещи как Андрей Кураев я вышел однажды взял себе на вооружение религиозно талантливым надо быть он сказал это о мусульманах религиозно талантливым то есть увидеть главное необычное что тебе Бог открыл не просто слова повторять даже какой интонации и то Бог покажет все спасибо еще вопрос у кого есть можно еще один можно получается если христиан в мире два с половиной миллиарда то только православные могут спастись а все остальные что в адыбе так подойди я не понимаю еще спрашиваю два с половиной миллиарда христиан значит только православные спасутся получается да православные православные там 257 миллионов больше миллиарда католиков 800 кажется миллионов протестантов ну я говорю как по статистике сам то я не считал сколько спасет это не нам решать я уже впереди ответил мы должны сказать правильно или неправильно это мы можем согласно Библии но Библия говорит не судите никак я не могу сказать что они будут в аду никак я же не Бог Бог спасает что тут непонятно я уже повторяю не первый раз и сам по себе вопрос этот или не расслышь или провокационный никогда не отвечаю спасутся или нет не знаю но я знаю вне церкви нет спасения без священства без таинства нет спасения вот и все написано мало спасаемых то есть этому не нужно удивляться широки ворота ведущие в погибель и многие идут ими узок путь ведущий в царство небесное и немногие находят его вопрос этот провокационный а что это они не спасутся как бы всех хотите в район толкать а священное писание говорит нет не все войдут не все это определенное написано и с этим нужно смириться и молиться чтобы пойти вот этим узким путем путем истины а не широким ведущим погибли еще вопросы пожалуйста у меня не просьба может по вашей молитве Владислав поститься бы стал что он очень толстый стал такой что Господь дал ему пост надежда не поможет никакая молитва он еще толще у тебя будет ты спрячь лишнее чтобы он не ел чтобы что-то делал рот закрыть надо а как он будет тоньше если он ест холодильник вы из дома не уберете никакая молитва не поможет Владауз говорит молитесь а он отвечает не я не Бог тебе не поможет а ты себе не поможешь ну каждый день жуй что мало ли еще вкусное есть можно в течении одной недели поправить береги себя плоть конечно завяжет попоросяще а ты ответь врешь обманщица мало ящить мало пить здраво будешь раз он толстый он рано умрет у него лопатя начнут вены на ногах глаза выхотятся от жира без страха утучняет себя вот посмотрите Сергей парализованный лежит какой он сухонький а другой лежит не шевелится 450 килограмм вес 450 барон цыганский ну считай полтонны бык на меня упрекали что это твое православное воспитание а тут никакого воспитания не получилось ни протестантского ни православного никакого ну в общем вам никто не поможет ты сразу на это согласись если он ест а ты будешь молиться нет это ничего не даст надо все от него спрятать вот его бы сегодня арестовали и там бы начали его дрессировать пошел бы работать не будет работать его там задолбят все с него это зараза поползет в блокадном Ленинграде ни одного не было толстым ни одного ну а эти толстые они погибают раньше всех а которые сухощавые они дольше держатся почему в городе то говорит спортом занимается Лев Толстой говорит работы то нету и клапан куда энергии деть только один ниже пояса поэтому столько блуда другого то куда энергии то деть то а все высококалорийное там приготовляет я читал про одну женщину в Англии но она выходит замуж а он богатый подписывает все живут год прожил умер от ожирения она опять выходит опять за богатого и уже на третьем муже и суд ничего не может сделать она ничего не нарушает хорошо готовит пиво покупает ему год полтора мужика нету вот и все и она завладевает именем уже очень богатая стала а какая ее вина она хорошо готовит готовит а ты не садись не бери нельзя что увидел то и утроба не сытая как будто дань чреву приносит тебе земля вода и воздух как златоус говорит и каждый день пишется он блистательно Луки 16 глава богачи а ты себя ограни сейчас пост начинается среда пятница в рот не бери ничего и все попал я сидел у меня обратился один заместитель директора Рубцовского нет Бийского мы в одной камере сидели нас отсадили Володя Редькин Владимир Прокопьевич у него такой живот был даже смотреть я не знаю тут просто ну пузырь он плакал и молился я не знаю сколько ну не больше двух недель прошло у него ничего не осталось он возьмет а в глазок за нами наблюдает а мы выпросили чашку пустую он чашку пустую поставит перед собой а им не видно а эту туда на полочку а потом рыбки господи проси в туалет и все я хоть маленько поешь в рот не берет неделю в рот еще не берет а только плачет и молится плачет и молится повесит полотенце через плечо и оно мокрое у него вот это я понимаю обращение он у меня переписывал стихи я пишу да хуня на руке мозоль была производственная травма все благодарю спасибо слава христу ну все Сережа заканчивай благодарение и все осталось 2 секунды что-то отключился Сергей наверное и нас отключили а это если правда может убить человека пусть будет так Надежда Васильевна Лапкина написала да это было такое это доктор Бартенцен пишет женщина уже возраст 53 года первый ребенок родился а роды были исключительно трудные но ребенок родился мертвый у нее все живой живой и теперь консилиум врачей решает как ей сказать решили так не говорить сказать что нормально пока и когда она уже окрепнет хоть сама-то маленько она наладом дышит тогда сказать ну пожил ребенок да все а врач один говорит нет если правда может убить человека пусть убьет говорить так как есть нам Христос не заповедовал лгать вот и все если правда может убить пусть убьет сказал один врач и это было при этом окончательное решение ей объявили во всем мире если человек болеет раком сразу родным ему говорят что подготовился вот лейкомия никто же не прятал от Раисы Максимовны Горбачевой поехали лечить но болезнь была уже в такой стадии что не могли вылечить ее а что спрятать тогда нет все хорошо все хорошо это американская поговорка все хорошо все хорошо будет она сидит там на 102 этаже торговый центр и по телефону она кричит плачет простит Джон все хорошо все хорошо и тут раз рухнуло и ничего нету вот это американское все хорошо надо убрать не будет хорошо будет так как Бог назначил а как Бог назначил это и есть хорошо Все, Надежда Лапкина, там довольна, нет? Молимся. И Матерь Бога наша, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Ераким, без искрения Бога снова ручшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Дайте, конечно, молитесь. Милосердный Создатель, любящий наш Отец, мы благодарим Тебя за милости, которые нам оказываешь в этот воскресный день, напоминая Твоей победе над дьяволом и над грехом. Слава Тебе! Все, что слышали мы из Слова Твоего, закрепи в наших сердцах, чтобы мы с радостью это исполнили. Посети болящих, одиноких, покинутых. Господи, помоги тем, кто терпит гонения за Тебя арестованное, кого убивают, отверзь зем двери неба. И приготовь эту землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на вселенную. И всем даруй духовное рождение свыше, и водительство Духом Святым. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Аминь. А с Богом до среды. Аминь. Я выключил. Аминь.